Приветствую вас на канале Техревизор. 11 ноября и в черную пятницу магазины дружно объявляют мощные скидки на самые разные товары и к пылесосам это тоже относится. Причем в этом году у вас есть возможность успешно затариться не только на Алиэкспресс, но и в российских сетевых магазинах типа M-Video, Eldorado или CityLink. О том, как это сделать и при чем тут отличные вертикальные пылесосы я расскажу ближе к концу ролика. Рейтинг моделей с лучшими скидками я разбил на две части. Сначала пятерка обычных вертикалок для сухой уборки, а затем топ-5 моющих пылесосов. Но хватит предисловий. Поставьте лайк за старание, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вас ждут ссылки с мега скидками на каждую модель. Усаживайтесь поудобнее, а я начну. Пятое место среди вертикалок с сухой уборкой занимает iLife G80. Перед нами пылесос эконом-класса и производитель этого не стесняется, демонстрируя броское сочетание цветов и простые угловатые решения. При этом пластик неплохого качества, а детали подогнаны четко. Пылесборник вертикальный, хотя и без разделительной юбки. Мусор будет налипать на сетку, поэтому чистить ее не придется после каждой уборки. Управлять можно одной рукой. Большой палец двигает кнопку слайдер, а указательный нажимает клавишу под рукоятью. Определить выбранный режим можно по индикаторам на лицевой панели. Основная насадка простенькая, с маленькими роликами в основании. Они будут постоянно забиваться волосами, и с этим ничего не поделаешь. Зато перед раструбом имеется подсветка, а внутрь можно вставить валик, он хорошо собирает песок. Или ворсистую щетку, она подойдет для ковров. Но главная фишка iLife G80 – торцевая щеточка, как у робота-пылесоса. С ней убирать вдоль стен становится куда проще, все соренки отправляются в раструб с первого же прохода. Для труднодоступных мест можно использовать насадку 2 в 1 со сдвижной щетиной, либо старую добрую щелевую, она такая же, как у бабушкиной ракеты. Аккумулятор несъемный, поэтому с уборкой надо уложиться в 16 минут. В эко-режиме iLife G80 может работать и 45, но фактическая сила всасывания небольшая, поэтому лучше рассчитывать на 16. Для хранения народного пылесоса используется кронштейн, а заряжать батарею нужно с помощью адаптера. Четвертое место занимает Roborock H7. Он стопроцентный представитель премиум-класса. Конечно, он стоит как целых 3 iLife G80, но на самом деле это отличное предложение, особенно с учетом, что полгода назад он стоил как целых 6 iLife G80. В целом конструкция похожего типа, но блок АКБ находится под ручкой, поэтому в разборном виде Roborock H7 напоминает кофеварку. Пылесборник сделан дорого, с юбкой и металлической сеткой. Опустошать можно одним движением. Просто отщелкнуть фиксатор днища. При желании можно вообще зарядить в пылесборник одноразовый мешок и не контактировать с пылью. Актуальная функция для аллергиков. Управление почти такое же, как у iLife, но держать в руке комфортнее, потому что рукоять софт-тач покрытием. Выбранный режим, заряд батареи и уведомления о засорах отображаются на небольшом дисплее. Основная насадка с большими колесами, которые обеспечивают плавный ход по коврам. Внутри находится универсальная щетка с мягким и жестким ворсом. Переставлять щетки больше не требуется. Просто взяли пылесос и вперед по всей квартире. Из дополнительных насадок можно выделить щелевую с перфорацией для отвода воздуха, гофрошланг для уборки в машине и, конечно же, мебельную щетку, которая вытянет душу из вашего дивана. В эго-режиме батареи хватает на полтора часа, и на гладком полу вполне достаточно этого режима. Для работы в грязных местах можно переключиться на средний режим. А вот на максималках убирать сложно, поскольку насадка тупо прилипает к ковру. Вот настолько мощный мотор. Подзаряжать пылесос можно в удобной док-станции. Третье место занимает Dreamy P10 Pro. Это более доступный вариант. Пылесос напоминает бластер, ну или космическое ружье, если со штангой. Выглядит очень круто, но горизонтальный пылесборник обслуживать неудобно. Чтобы вытряхнуть мусор, нужно каждый раз вынимать колбу и вытягивать из нее фильтры. Управление тоже на любителя. Включать и выключать можно клавишей под указательным пальцем. А вот менять режимы придется другой рукой. Кнопка на дисплее находится слишком далеко. Зато сам дисплей очень большой и яркий. Он сразу добавляет пылесосу 10 очков за внешний вид. Насадка компактная с широкими углами поворота. В основании маленький ролик, который не способствует перемещению по коврам. Однако для ковров он и не предназначен. Внутри основной насадки находится мягкий валик. Он натирает пол, собирает песок и не наматывает волосы. Все благодаря зубчикам самоочистки. Дополнительно в коробку положили щелевую насадку со сдвижной щетиной и мебельную насадку сиамишного типа. У нее жесткая щетина, которая достает пыль даже из-под обивки дивана и даже несмотря на умеренную мощность пылесоса. Батарея будет работать от 10 до 60 минут. Но в основном придется пылесосить на максималках, но это не проблема, поскольку батарея съемная и для больших домов можно докупить еще одну. Для хранения недорогого, но качественного пылесоса предназначен напольный держатель. Бурить стену не нужно, просто поставьте пылесос в любое удобное место. На втором месте Redroad V17 Lite. По дизайну Redroad V17 Lite похож на Roborock H7. Такая же вертикальная колба, пистолетная рукоять и блок АКБ в основании, только он продолговатый и съемный. Да и в целом он сделан попроще, что неудивительно, учитывая его ценник. Управление как у Dreamy. Вторая кнопка далеко на дисплее, так что придется задействовать другую руку. Главная особенность пылесоса – широкая насадка, в которой одновременно помещается два инструмента – валик для гладкого пола и ковровая щетка. На гладком полу и тонком ковре такая конструкция дает заметный прирост эффективности. Большинство загрязнений пылесос убирает с одного прохода. Но это касается только мелкого мусора. Семечками и наполнителем будут проблемы из-за узкого раструба. Они туда просто не пролезают. Этот момент нужно иметь в виду, особенно с учетом пометки Light в названии. В данном случае она говорит о том, что производитель решил сэкономить на комплектации. Кроме основной насадки, в коробке можно найти только щелевую. Она в целом традиционная, но с подсветкой. Когда пылесос работает, эта насадка выглядит как лазерный кинжал. На одном заряде он работает от 10 до 60 минут. И здесь лучше рассчитывать на меньшее значение, так как сила всасывания весьма умеренная. Хранить оригинальный пылесос можно в специальном кронштейне на стене. Лучшая вертикалка на ближайшие распродажи – это однозначно Dreamy V12 Pro. Тот случай, когда форма полностью соответствует содержанию. Пылесос выглядит стильно и дорого, и даже с начинкой там полный порядок. Цифры говорят сами за себя. Лучший вертикальный пылесборник, идеальный баланс рукояти и легкая штанга из углеволокна. Можно будет смело оторвать ребенка от PS5 и вручить ему Dreamy V12 Pro. Весит чуть больше полутора килограмма. Учитывая качество новых игр, ребенок будет доволен. Из особенностей управления нужно выделить блокировку режима. Благодаря ей не нужно все время зажимать спусковую клавишу. В основной насадке универсальная щетка, которая подходит для любых покрытий и качественно чистит щели в паркете. Колеса прорезиненные, поэтому он мягко переплывает с ковра на пол и обратно. Дополнительные насадки заслуживают особого внимания. Гофрошланг поможет прибраться на шкафу и в автомобиле. Щетка для одежды – полезнейшая вещь, если в доме кот. Колено, чтобы пропылесосить под диваном, не сгибаясь буквой Г. Щелевая два в одном – тут все как обычно. Ну и мебельная щетка от Xiaomi. При такой мощности она просто творит чудеса. Кошачье кресло снова станет человечьим, а в диване не останется даже пылевых клещей. Батарея несъемная, но мощная. В авторежиме хватит минут на 40. При этом Dreamy V12 Pro сам будет повышать мощность на коврах. Хранить крутейший пылесос со всеми насадками можно в настенной док-станции. Теперь рассмотрим пятерку моющих пылесосов, которые с легкостью соберут кашу на полу и которые можно взять со сказочной скидкой. На пятом месте Roborock Diet. Качество сборки, как всегда, на высоте, а дизайн приятно порадует вас. Конструкция классическая. Вверху бак для чистой воды, внизу колба с поплавком для грязной. Сверху штанга с D-образной ручкой. Управление происходит двумя кнопками – включение и выбор режимов. Плюс есть отдельная кнопка для самоочистки. Выбранный режим и заряд батареи отображаются на дисплее в торце. К тому же, каждую смену рабочего состояния пылесос проговаривает через встроенный динамик. Но, конечно же, и есть инновации, ведь это Roborock. Пылесос можно оставить в любой точке дома на удобной складной ножке. Она почти такая же, как на велосипеде. Но главная инновация – это большая рабочая лапа, в которой размещается целых три валика. Вода поступает на передний валик, который размывает грязь. Остальные два валика убирают разводы. Обратите внимание, что валики занимают всю ширину рабочего блока, а значит, захватывают участки вдоль стен. Система отлично работает на любых загрязнениях. Следы собаки можно отмывать за считанные секунды. Но есть и недостаток – узкий раструб. Туда не помещаются крупные соринки, такие, как наполнитель. Батареи хватает в среднем на полчаса. Это стандартный показатель для моющих пылесосов. Для небольших квартир вполне достаточно. После установки на базу Roborock Dye самостоятельно промывает валик. При профилактической уборке самоочистка справляется, но после экстремальных загрязнений валик придется промывать под краном. Стартовый ценник был порядка 36 тысяч. А сейчас эту модель отдают на Али за 15700. Очень щедрое предложение. Четвертое место занимает RedKey V12. По конструкции RedKey V12 похож на Roborock Dye, но с Г-образной ручкой и не таким массивным рабочим блоком. Общий вес на килограмм меньше, поэтому манипулировать им куда удобнее. Из минусов можно отметить небольшой объем чистого бачка, из-за чего иногда приходится доливать воду еще до конца уборки. В грязной колбе нет поплавка. Его функцию выполняют электроды, поэтому промыть блок с фильтрами не получится. Можно повредить микросхемы. Управление в целом такое же. Есть кнопка запуска и регулировка смачивания. При необходимости смачивания можно даже отключить. Тогда пылесос будет делать сухую уборку. Но это целесообразно только на гладком полу, потому что на коврах RedKey V12 бесполезен. Валик просто гладит ковровый ворс. Да и мощности не хватает. Рабочий блок стандартного размера с одним валиком. Из особенностей можно отметить съемное крыло, которое полностью открывает раструб. Удобно, если нужно его почистить. Качество влажной уборки отличное, особенно для бюджетного пылесоса. Он легко удаляет любые пятна, кроме кетчупа и хорошо собирает земляную грязь. Правда, в процессе уборки может понадобиться заменить валик, чтобы убрать разводы. Это не проблема, так как в комплекте их целых три штуки. Мотор не самый мощный, поэтому RedKey работает тихо и долго, почти 50 минут. Спокойно, хватит на большую квартиру. В конце уборки пылесос промывает свой валик на станции. Третью строчку топа занимает Tineco Fluor One S3. Он не производит впечатления чего-то экстраординарного. В глаза бросается разве что цилиндрический корпус, придающий пылесосу сходство с базукой. Привычное расположение контейнеров, небольшой рабочий блок и D-образная рукоять. Но дьявол кроется в деталях. К примеру, управлять можно не только кнопками на рукояти, но и через мобильное приложение. Оно по какому-то загадочному алгоритму рассчитывает качество уборки. Есть ли от этого польза вопрос спорный, но все равно приятно. Если выбрать автоматический режим, Tineco будет самостоятельно повышать мощность в грязных местах. Важная функция для экономии заряда батареи. На обычных оборотах его хватит минут на 35. Стандартное значение. Еще один нюанс. Конструкция рабочего блока. Здесь установлено целых 8 сопел для подачи воды. Для сравнения, у RedKey V12 такое сопло всего одно. В случае Tineco валик смачивается равномерно и самоочищается в процессе уборки. На практике это выражается в том, что пылесос никогда не оставляет разводов. Мыть полы – одно удовольствие, а вот сухую уборку сделать не получится. Такого режима здесь нет. Зато есть фиксатор штанги. Можно поставить пылесос в любом месте и спокойно ответить на звонок. Второе место занимает Dreamy H12. Еще один пылесос в форме тубуса. Матовый корпус, большой дисплей, премиальный пластик. Пылесос выглядит действительно дорого, да и стоит прилично. Хотя все-таки дешевле, чем в обычные дни. Размещение модулей стандартное, как и управление двумя кнопками. В грязных местах Dreamy H12 автоматически повышает мощность. Выбранные команды выводятся на дисплее и дублируются голосовыми уведомлениями на разных языках. Для их переключения предусмотрена отдельная кнопка. У основной насадки есть особенность. Валик смещен вправо и работает вплотную у стен. Единственный пылесос, который справляется с этой задачей лучше – Roborock Diet. Зато у Dreamy нет проблем с раструбом. Он собирает любой мусор и хорошо справляется с сухой уборкой. Для этого нужно выбрать режим сбора жидкостей. Разрежение мощное и вытягивает песок даже из глубоких щелей. Мусором валик не забивается благодаря зубчикам самоочистки. А вот вычесать шерсть из ковра все равно не может. Не хватает ковровой щетки. Как у Тинака, на рабочей насадке установлен фиксатор. С ним можно припарковать пылесос с любой точки дома. В обычном режиме Dreamy H12 работает 35 минут, так что можно без спешки помыть трехкомнатную квартиру. Докстанция с самоочисткой и с дополнительными разъемами для запасного валика и ершика. В целом, это надежный и мощный моющий пылесос премиум-класса. Лидером рейтинга стал Atwell F16. Dreamy H12 не настолько классный, как Atwell F16. Визуально все, как у остальных пылесосов. Внизу колба для грязной воды, сверху изящный бачок, штанга и рукоять. Но как только начинаем разбираться, как это работает, тут же замечаем и отличия. Управление осуществляется двумя кнопками – пуск мотора и переключение режимов. А для подачи воды сделали рычаг под ручкой. Это очень важное новшество. Во-первых, особо загрязненные места можно буквально залить водой. Например, если нужно убрать присохший кетчуп на кухне. Он быстро размывает присохшую грязь и натирает плитку до блеска. Во-вторых, регулировка происходит на лету, так что можно свободно заезжать на ковры и съезжать обратно. Хотя, если нужно почистить ковры, лучше все-таки установить дополнительную щетку с жесткой щетиной. С ней Atwell собирает волосы и вычесывает соринки не хуже обычного вертикального пылесоса. За сравнительно скромные деньги мы как бы сразу получаем два в одном – и пылесос, и вертикалку. Само собой, в наличии красивый дисплей и станция с функцией самоочистки. При регулярной уборке мыть валик руками не понадобится. Atwell F16 и сам поддерживает его в рабочем состоянии. Автономность средняя – около получаса, но батарея съемная. Поэтому ограничений по площадям нет вообще никаких. Если у вас большой дом, просто докупите еще одну батарею. Комплект, в который входит в пылесос со всеми аксессуарами, на распродаже можно взять на 6% дешевле – всего за 19,5 тысяч рублей. Но, если хотите совсем полный фарш, можно добавить тысячу и взять профессиональную версию пылесоса. У Atwell F16 Pro, помимо всего, о чем я сказал, есть еще и встроена ультрафиолетовая лампа, которая обеззараживает пол во время уборки. Актуальная функция, если в доме пушистые жители и дети. Кстати, пылесосы Atwell продаются на Яндекс.Маркете и в топовых магазинах РФ. А значит, не нужно неделями ждать доставки с Алиэкспресс. Это был топ лучших вертикалок, которые можно купить в 2022 году. С хорошей скидкой на распродажи 11.11 и черную пятницу. Ставьте лайк и напишите в комментариях, интересны ли вам такие обзоры по акционным позициям. Напоминаю, что посмотреть стоимость всех моделей можно по ссылкам, оставленным в описании. Подписывайтесь на канал, надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!